Привет! Это Роматурист. Слушайте, я снова в Москве. Сегодня идем в гости к Валентине, она нейропсихолог. Пойдем со мной, берите стрей. Добрый день, на съемке что у вас? Для этих канала нам только начало, надо снять и все. Я понимаю, разрешение было, комендант от управляющей компании. А какое разрешение? Так, друзья, а в этом выпуске мы продолжаем раздавать необычные обои Wall Street совершенно бесплатно. Конкурс – подарок, которым туриста продолжается. Если в прошлом выпуске выиграли не вы, то испытайте свою удачу сегодня. Условия я скажу в конце этого выпуска. Всем здравствуйте! С вами Валентина Паевская, я детский нейропсихолог, автор и ведущая проекта «Узнай, как лучше для ребенка». Веду семинары для родителей на территории всей Российской Федерации и учу о своих соцсетях как с минимальными затратами на основе естественного раннего развития помочь вашим детям раскрыть свою личность. Проект очень динамичный, ему очень много лет. Уже седьмой год я веду проект «Узнай, как лучше для ребенка». А семинары я читаю уже достаточно давно, наверное, лет 13, а то и 14, некоторые темы. У меня есть несколько соцсетей. Это YouTube-канал, на котором я практически показываю вам, как заниматься с детьми, для чего и почему, что когда полезно, что когда вредно. И, соответственно, оффлайн-мероприятия, которые в 2023 году проходят на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Валя, привет. Привет, проходи. Ты дома, да? Да, дома, я тебя жду. Вместе с твоими вкусняшками, которые ты обычно носишь в гости. Нет, сегодня нет. Нет? Ну, хорошо, у меня есть запасные. Проходи. Вау, какая красота. Нет, ты замечательно выглядишь. Да, ладно. Спасибо большое. Да, на здоровье. Проходи. Слушай, как красиво сразу вот так. А как же так? Нельзя же сразу так гостей выбивать. Это тогда, когда ты меняешь планировку и делаешь нестандартное решение. Вот и все. Потому что ты должен был зайти в узенький коридор, увидеть третий санузел, маленькую комнатушку. Ну вот, когда действуешь нестандартно, получаешь такой вид. Мне изначально хотелось сделать европейский такой тип планировки, чтобы когда ты заходишь и перед тобой твое жилье, вот тебе несло свет, такой энергию, воздух. Слушай, вы очень впечатляет, да? Ну еще двадцать четвертый же этаж, да? Да, двадцать четвертый. Да, я заметил на лифте, когда поднимаешься, ты такой где-нибудь там ближе к двадцатому такой, ааа, уже чуть плывешь такой. Да. Что, пойдем смотреть? Значит, в этой квартире сто тридцать четыре квадратных метра. Изначально по плану застройщика здесь должно было быть пять комнат, но по факту здесь три спальни и одна большая кухня-гостиная. Высота потолка два и восемь. Вообще квартира, это квартира Мэйджик. Мэйджик? Да, Мэйджик. Потому что я вначале не могла ее себе позволить. Я ее запланировала там три года назад. А, квартира мечтала в смысле что, да? Да. И тем более такой планировки я ее поставила там из разряда в свою карту целей. И когда приехала покупать квартиру значительно меньше, а осталась только одна эта. Ааа. И причем с видом на закат, как я хотела. И в итоге все случилось. И она стала моей. А почему ты хотела меньше? Ты хотела, тебе слишком много... Ну, вначале как-то так получалось, что да, мне казалось, что многовато, так, потому что у меня двое сыновей подростков, и они живут не со мной, они живут на две страны, они учатся в другой стране. А ты сколько хотела метров? Около 90. Ага. Вот. А получилось 34? Да. Она такая как бы проезжая для всех и основная для меня. То есть я здесь постоянно, все остальное циркулирует. Когда я вошла в эту квартиру, первое, что я увидела, это окна. Все видят в этой квартире окна. На самом деле было даже такое ощущение от нее, что можно даже не делать ремонт, остаться в бетоне, потому что окна все сделают. Я сюда зашла тогда, когда ничего не было. Только работал лифт, не было света на этаже с большой бутылкой шампанского. И сидела здесь, наверное, часа четыре, медитировала просто на виды из окон, которые были. Это была темнота. Это было просто потрясающе. Она до сих пор вот это вот дарит, вот это вот ощущение праздника. Ощущение такое, как будто на крыше стоишь. Такое. И даже вот потолок. Мне поэтому и показалось, что он как будто бы не 2,8 выше намного. Он не за счет этого. А за счет чего? Я тебе объясню. Вот видишь, у нас по периметру комнаты идут вот такие, как выступы, да? То есть обычно делают у него шел потолок, а он выдвигает именно стены на рост. И за счет этого у тебя высота потолка поднимается, стена выдвигается. Именно вот этот вот прием позволяет увеличить высоту потолка. Помимо того, что я уже не первый раз делаю двери до потолка. То есть это основная такая вот моя любовь. И, соответственно, это тоже очень сильно прибавляет визуально вот высоты. И мебель, видите, она как бы сделана не под потолок, как любят делать, а она обрезана. У нас же это боятся обычно делать. У нас же как любят, высоту делать за счет шкафов. Вверх. А здесь специально сделаны так, что обрезали. Вообще самые крутые работы в этой квартире самые дешевые. То есть когда я хотела сэкономить, окна перекрасили мне за три дня и нарастили подоконник. И знаешь, что получилось? Что когда ты приходишь, то есть с любой высоты, вот ты садишься у любого окна. И абсолютно спокойно можешь сидеть и наслаждаться. Хочешь этим видом, хочешь тем видом. То есть я сама от того не ожидая получила себе барку по всей территории квартиры. Оно же везде получается по всему периметру почти. Да. И обрати внимание, что везде… Я сейчас обратил внимание, как тут высоко и страшно. Закругленные стены. Закругленные подоконники. И это как раз таки обволакивает, видишь? У меня практически прямых углов нигде нет. Да, да, да. Вот это тоже необычное прикольно. Вот. Это очень хороший эффект дает, нестандартный. Вот ощущение дизайна без дизайна. Весь ремонт в этой квартире был сделан за пять месяцев полностью. Частовые работы за три дня полностью. Это быстро, да. Но и то пять месяцев. Почему? Потому что моим строителям управляющая компания запрещала здесь жить два месяца. То есть их просто угоняли каждый вечер. Это отдельная была история. Так бы мы уложились максимум четыре месяца. Слушай, Валя, а вот здесь вот ощущение такое, мы сейчас в гостиной типа? Да. Вот мне кажется, что здесь 134 метра. Согласна, вот ощущение, но здесь на самом деле меньше, здесь около 50. То есть вся входная зона, это вместе с кухней, гостиной, это около 50 квадратов. Слушай, и тоже вот по площади ощущение, как будто здесь тоже метров прям сильно больше. Ну вот прям не 50. Ну мне все равно уже не хватает. То есть если я раньше думала в начале, что мне надо поменьше, теперь я понимаю, что у меня одна и малая эта квартира. А почему его не хватает? Ну ты знаешь, когда ты привыкаешь к большому пространству, особенно вот когда ты не живешь в маленьких комнатах, то есть когда у тебя квартира большая, но она разрезана на какие-то комнаты. А вот когда ты поживешь, когда у тебя вот этот вот масштаб, тебе хочется такую же спальню. Вот, например, все говорят, спальня должна быть маленькая. Я, например, спальню хочу 60 квадратов теперь. Потому что я знаю, что в ней должно быть, как должно быть. И для меня это про воздух, про ощущение себя. Изначально, когда я пошла к своему дизайнеру, я уже имела представление о концепте. Мне нужно было, чтобы он это все сгармонизировал. Да, с точки зрения маленьких деталей, нюансов, которые я сама не могла бы продумать. Например, изгругленные стены. Или как поднять высоту потолка. Или, например, в какой стилистике выбрать мебель. Да, вот с точки зрения уголочков, там цвета. И, соответственно, я считаю, что дизайнера нельзя ломать. Нельзя прийти к дизайнеру, который делает, например, хай-тек, и просить у него барокко, к примеру. То есть ты идешь к человеку, который разбирается именно в том стиле, в том направлении, которое тебе близок. И, соответственно, работа Алексея состояла в том, чтобы это вот все сгармонизировать и четенько обрисовать, и показать направление с точки зрения стилистики мебели. Вообще дизайн квартиры начался с колонок. То есть первые появились колонки. Красивые очень. Вот, потому что звук для меня все, неважно какой. А почему? А пойдем посмотрим. Ну, это как бы с детства у меня такая история. У меня родители, дедушка, отец. У нас могло быть сэкономлено на чем угодно, только не на технике. И я хотела светлый интерьер. Это мой девятый или десятый ремонт по счету с нуля. Вот. И, соответственно, я понимала, что все колонки черные. Я говорю, слушайте, надо подобрать мне колонки вначале. А не было ничего светленького. Я знала, что интерьер будет светлый. Я говорю, значит, я буду красить. Все стали в ужасе. Говорят, Валя, ты что, дорогие колонки красить? Ты нормальная? Почему? Я говорю, да, я буду красить. Мне нужен светлый интерьер. И нашли вот эти колонки. И когда дизайнер зашел, у него было главное требование. Потом увидишь в Ване главное требование. Вот это главное требование. И вот это главное требование. Больше у него как бы цветовая палитра. И основным требованием у меня не хотелось стандартного материала. Очень долго бились из-за ковролина. То есть дизайнер в упор говорит, Валя, какой ковролин? Я говорю, у меня был опыт спальни. Я хочу ковролин на всю квартиру. Мне нужно, чтобы я могла лежать в любой точке вообще комнаты. И когда у меня к сыну приходят друзья, а их очень много, то есть тут тусовки могут быть 13 человек. И все каникулы они так живут. Вот сегодня они приезжают, меня ждет опять. Они просто приезжают со своими пледами, ложатся спать прямо на полу и прекрасно себя чувствуют. А, они и ночуют здесь? Да, ночуют. У меня постоянно тут этот движ такой подростковый. И я не хотела ни плитку. И поэтому вот микроцемент я пробовала давно. Это вот та часть, где она приходит? Да, вот эта вот часть. Красивая часть тоже. И ванна потом увидишь. И соответственно мне очень понравилось, что мы не использовали здесь практически никаких стандартных приемов. Друзья мои, вот, кстати, здесь вываливаю планировку. Вот, на мой взгляд, близка к идеальной. Наверное, практически идеальной. Но, к сожалению, не всегда так получается. Иногда мы с вами покупаем квартиру или там каким-то образом у нас оказываются такие квартиры, дома, где планировка далеко не идеальная. Ну, так бывает, к сожалению. И приходится с этим как-то мириться. Вот. Слава Богу, что есть способы, как можно скорректировать какие-то недостатки планировки и сделать их гораздо лучше. Вот, и сегодня я хотел вам рассказать, как с помощью необычных обоев, которое делает наша студия, можно исправить недостатки. Например, слишком низкие потолки можно с помощью необычных обоев визуально сделать потолки выше. Или, например, когда у вас маленькая комната, можно сделать ее визуально больше, можно расширить пространство. Да, с помощью обоев можно это сделать. Потом можно какую-нибудь колонну, которая неудачно стоит, можно наоборот ее сделать, чтобы она была не недостаткова, а наоборот, стала как бы достоинством интерьера. Друзья. И вот сегодня я хочу вам об этом рассказать, но, наверное, лучше будет, если вам расскажет об этом не вот тот, кто перед вами сидит, а расскажет моя коллега, ведущая дизайнер студии Екатерина. Вы можете сейчас перейти на вот это видео и как раз посмотреть внимательно, потому что мы долго для вас это готовили, и самое время это посмотреть. Ну и кроме того, можете перейти по ссылке в описании и скачать уже полный гайд, как это делается, как исправить недостатки планировки с помощью необычных обоев. Друзья, переходите скорее. Меня очень подвел подрядчик, то есть это была очень дорогая компания, который делал штукатурку именно. Это был самый дорогой этап работы. И три недели им дано, все, я еду, я звоню прорабу, говорю, я еду, у меня едет машина с вещами, у меня расписана вся установка мебели, то есть я должна была въехать в походную квартиру, за три дня завозят все. Я приезжаю, здесь белые стены, ничего нет, ни ванны, ничего, ни сантехники. У меня приезжает машина, тут заходят все подрядчики по другим вещам, я говорю, вы не успеете сделать за три дня. Я говорю, я успею сделать за три дня. Ну, естественно, с погрешностями через год придется переделывать как бы штукатурку, это, наверное, самое обидное, что было в этой квартире, потому что это был самый дорогой момент. Потому что вообще, в принципе, этот ремонт я сделала дешевле, чем четыре года назад на 30%. То есть я уже настолько научилась разбираться. А как ты научилась? И заранее заказываю материалы, и понимаю, где стоит экономить, где не стоит экономить. Ну, а вот на чем можно экономить? Вот я точно знаю, что в следующий раз я не буду покупать штукатурку. Ее можно сделать просто черновой штукатуркой и красить краской. Слушай, а как это сделать черновой? Просто делаешь тот узор, который тебе надо, и покрываешь там краской элементарно, потом лаком. У меня такой опыт был. И шумоизоляция. У меня уже вторая квартира шумоизоляции. Первую квартиру я сделала. А из-за чего ты делаешь? Какая проблема-то? Шумоизоляция? Ну, во-первых, у меня не первый опыт. Даже в хороших домах ты будешь слышать всех. Во-вторых, у меня подростки. Это значит музыка. А, значит, их слышно везде. Я сама люблю музыку. И это состояние безопасности для меня это очень важно. Нормально высыпаться. Ну вот. И шумоизоляция для меня принципиально, потому что, когда ты живешь в отелях, тебе хочется тишины. А не злая собак. Ты не знаешь, кто у тебя будут соседи. И, соответственно, это корпус семейный. Здесь большие квартиры и, соответственно, маленькие дети. Вот. И что мы сделали? Мы стены выстроили из шумоизоляции. Слушай, они везде давали? Они внутри. Она, во-первых, пущена по контуру. Самая дешевая. И они пустили все по контуру. Потолок, пол. Это было требование управляющей компании. А стены я прям подсмотрела у одного крутого дизайнера. Мы туда упаковали прям вот конкретно по 20 сантиметров шумки. Вот, ребят, у меня подростки приходят. По ночам играют в D&D в той комнате. Включают музыку. Причем колонки такие с басами. Не слышно. То есть ты даже вот здесь можешь сидеть. А, то есть внутри квартиры даже не слышно. Да, внутри квартиры. То есть вот идеально. То есть у меня вот ребята. Но здесь сыграли еще роль двери. У меня из-за вот этой вот зеркальной двери, а она была центром дизайна. То есть вот когда она закрыта, вот эта вот история с зеркалом, видишь, она идет практически под потолок. Это мы сейчас идем в гардероб, да, Валь? Да, она практически под потолок идет. Вот с нее началась история, чтобы было красиво здесь. Так вот, производители делают обычно маленькие, 2,6. Конечно, да, да, да. И перегородку сюда мне не ставили. То есть мы уже думали про перегородку. Они единственные, кто привозят вот такие полотна. И я решила у них заказать двери и не обратила внимания, это я уже с ручками выяснила, что у них полотна 6 сантиметров вместо 4. Так вот, я поняла, что шумоизоляцию они дают просто нереально. Вот эти 2 сантиметра двери, видишь, просто, это вот небо и земля. Слушай, высокие же гораздо дороже, да, получается? Нет. Зависит от отделки. Вот если ты берешь под отделку, это дешевле, чем взять стандартные двери со шпоном. Я это уже прошла. Я всегда говорю, не надо думать, что это дорого. Надо просто считать. Надо считать то, что хочешь, надо считать разные варианты. У меня уже с опытом моих ремонтов выяснилось, что то, что я считала дорого, оказалось на самом деле абсолютно недорого. Ну а в каких еще вещах? Ну, на самом деле, вот диван, например, да. Вот, да, если мы посмотрим на мебель. Да, вот этот вот диван. Это Миша Дес, это Бока Рум. Вот, шикарный диван, неубиваемый, без единой химчистки. Уже стоит год, этому ремонту год уже. То есть ковролину год, всему этому год, он просто неубиваемый, я даже не нервничаю за него. Слушайте, обычно я вам советую пересмотреть весь выпуск, чтобы собрать все идеи. Ну вот, я-то сам обычно записываю в телефон, но сегодня я, по-моему, буду еще сам пересматривать весь выпуск, потому что вот я записал идей больше, чем 15, но это не все идеи. Я просто не успевал записывать, честно скажу, потому что у вас здесь идей очень много, очень классных, очень грамотных, очень профессиональных, поэтому я буду вместе с вами пересматривать выпуск еще второй раз, и чтобы себе переписать те идеи, которые я забыл. Давайте хотя бы попробую те, которые у себя записал, потом сравним. Давайте я вам сейчас говорю из своего телефона, а вы тогда пишите просто в комментариях, какие идеи вы себе забираете. Смотрите, вот, допустим, простая идея, диван в обе стороны. Да, очень просто все, но идея классная. В моем детстве были, внимание, рубрика в моем детстве, новости из начала 80-х. Сейчас, это, диван вообще ставили там, по стенкам все расставят, тут стенка, тут диван, тут все такое. Ну вот, потом все это изменилось, но вот сейчас мне очень нравится идея, когда диван в две стороны, это действительно удобно. Единственный момент, с барными стульями здесь пролетело несколько раз. А почему? По высоте, вначале заказала деревянные, высота не подошла, отдала, заказала, потом две пары других мне не понравились, а потом 24 февраля, и пришлось взять самые дешевые стулья, взяла и просто обтянула. Это вот самые дешевые? Кстати, я очень поросила, мы играем очень много в настольные игры, классные. А где вы здесь? Вообще, в целом, по жизни. И я просила мне вывести отдельный стол. Ну, знаешь, как делают? Столешница и стол. И дизайнер сказал, Валя, у тебя не будет стола, а у тебя будет одна столешница. И я очень рада, что он настоял. Знаешь, почему? Потому что, когда у тебя вот такая огромная столешка, и все сидят на высоте, все друг друга слышат. За этой столешницей было человек, наверное, 20 чем-то. Здесь вот. Да, и все друг друга слышат. У меня стулья там упакованные дополнительные в гардеробной. И когда ты сидишь низко, приходится кричать, грубо говоря, там три человека. Здесь все друг друга слышат. И здесь, когда тусовка из подростков или моя тусовка, просто нереально. И все говорят, если бы мы знали, что так можно, то да. Вот еще. Мы как раз с Валей поговорили о том, на чем можно сэкономить, но не поговорили, на чем точно экономить нельзя. Надо это как-то исправить. Валь, расскажи, пожалуйста. На чем точно не стоит экономить? Мастер свет – это когда у вас одна кнопка выключает все электричество с точки зрения световых решений во всем доме. Второй момент – это электрика. Все, что связано с электрикой. Здесь лучше вот вообще совсем не экономить. И третий момент – это то, что связано с системами протечек воды, да, аквастопы. Потому что это действительно вам дает такое внутреннее спокойствие, когда вы куда-то уезжаете, допустим, за город, даже просто уходите на работу, потому что это потопы – это всегда очень быстро и очень больно. И материально, и эмоционально. Поэтому, пожалуй, это три вещи, на которых я не рекомендовала бы экономить. Следующий уровень экономии – это, наверное, шумоизоляция. Я своим клиентам всегда вот говорю на семинарах о том, что, ребят, вот есть возможность хотя бы одну комнату, спальню, обязательно шумоизолируйте. Нет возможности, но, как говорится, это хорошая цель на жизнь – сделать так, чтобы следующая квартира была, или следующий ремонт шумоизоляции. Вот, а с точки зрения кухни, что я могу сказать? Никогда не думала, что буду кайфовать от винного холодильника. Вот, потому что что? Родители детей – туда очень круто упаковывать молоко. Вы знаете, этот момент, когда детское питание, и поставить нечего потом в холодильник? Вот у меня ребята, когда приезжают, вот весь виник забиваются именно молочкой. И получается, у тебя свободное пространство в холодильнике. Это просто нереально круто, учитывая, что он эстетичный и так далее. А вот я тебе покажу, вот этот шкаф волшебный. У меня на прошлой квартире, когда мы жили большой семьей, постоянно в Москве, был еще второй шкаф такой. Вот ты думаешь, что я готовилась к вашему приходу? Чисто. Конечно. За сейчас. Ты можешь ко мне прийти 24 на 7, будешь видеть все то же самое. А за счет чего так получается? Потому что все стоит здесь. А, все спрятано. Ну и не надо ничего. А в другой квартире у меня была кухня, открывалась отдельная дверца, и там стояла мультиварка, вот это все. И знаете, я просто закрыл, открыл, ничего, никакие вот за 3 года, никакие полки не поплыли, ничего не поплыло. Это прям идеальный вариант, потому что у тебя всегда все чисто. Вот тоже мне все говорили, тебе вытяжки не хватит. У тебя парни, мясо, да, постоянно. Ребята, те, кто это говорил, тебе забрали слова назад. То есть здесь запускается вытяжка, внизу мы сделали специальный, там в кухне есть для нее прием. А тут же обычно вот это должна быть какая-то штука. Она поворачивается просто как-то. Вот. И, соответственно, вот парни, они всегда жарят свои стейки. Да, это потому что мы ее моем, потому что постоянно, нет, она не сломана, просто ее надо, скажем так, не так часто мыть, как я это делаю. Вот. И она фиксируется. И, соответственно, она выдувает здесь под полной программой. Вот. И оставь, она сейчас должна заработаться. О, слушай, ну да, она такая мощная. Вот. И у меня парни здесь, вот когда собираются тусовки, здесь жарится там по 10 стейков, к примеру, или пельмени. Да, это мальчиковая тематика. Запаха нет. Вот ты не чувствуешь, да, а вот здесь вот по летнике они были там полтора месяца, это постоянно вот они готовили. И дизайнера я везла вначале к мебельщику. Почему очень часто дизайнеры не учитывают функционал, как будет открываться. Например, они тебе нарисуют все шкафы до пола, к примеру, да, по европейскому стандарту. А у тебя с точки зрения технических моментов открывания посудомойки и так далее будут проблемы. И, соответственно, я прям привезла его к мебельщику. С Сергеем вместе с ним 4 часа обсуждали технические вот эти характеристики, что где надо предусмотреть. Вот очень многие люди не учитывают тот момент, что вещь стоит не стоимость вещи, а как ты ее упаковываешь. И в этот раз я сама проектировала этот шкаф. Я очень четко сказала, что все будет так. Это самое удобное решение, которое было... Кстати, я у тебя на канале видела, у какой-то девочки так же сделано. Да, она мне очень нравится так. Вот, стиральная, сушильная. Тут, обрати внимание, в новую квартиру я настоятельно тебе рекомендую. Паровый шкаф. Паровый, ага. Если бы у меня дети жили в Москве, у меня бы остался сушильный шкаф. У меня такой был, потому что они сноубордисты. Они занимаются сноубордами. А, для этого? Отдельно сушь. Потому что они, когда катают, они катают практически каждый день. И здесь просто не хватит мощности. А там можно 50 футболок сушить, я засекала. Наверху спрятан кондиционер. Я не пустила, как все кондиционирование по всей квартире. Потому что мы запустили сюда мощный блок. У нас этим летом было 40 градусов все лето. Вот. На всю квартиру хватает. Вот просто хватает. Валя, и получается, что... Один кондиционер поставила. Специальные прорези сделали. И там, смотри, там сохранится вся бытовая химия. Вся. То есть все закупки, все, что есть, все там лежит. Вот табуретка абсолютно спокойно стоит, достает то, что мне надо. А здесь бойлер наверху. Когда выключают горячую воду. И получается, я забрала высотой. То есть не забрала квадратными метрами, которыми никто не пользуется. Забрала высотой. Очень круто, да. И это прям... Я считаю, что это вот... Я буду всегда так делать. Потому что забирать под вот этот быт столько квадратных метров... Конечно, да. И представь, вот здесь ты зашел, вот этот маленький коридорчик... И все было бы сведено, да. И все обоедено, да. И вообще без вариантов. С библиотекой, вот благодаря интерьерному, вот Сергею я сэкономила. Потому что когда я начала смотреть вот эту систему, она же тоже, видишь... Это же все дизайн, это все мелочь. То, что человек обычно не увидит, но из него складываются же вот эти элементы, да. Естественно. Все закруглено вот здесь, видишь? Закруглено. Ручек нет. Убрать все вот эти под петли. И когда мне насчитывали такой шкаф, это выходило самое дорогое в квартире. Соответственно, здесь, ну, это святая святых любой девочки. Ну, понятное дело. Слушай, ну, красиво очень, да. Подсвечено красиво. Да. А теперь хитрость. Вот здесь у меня стоит на полке, значит, принтер. Вот он. Это очень важно, на самом деле. Многие не учитывают. Я всегда говорю, расписывайте все, что вам надо, и только потом располагайте вещи. Забудитесь, куда поставить принтер, потом выводов не будет. Все, да. Я всегда не повелась, опять-таки, на дизайнерские уловки. У меня нарисовали симметричную гардеробную. Я говорю, нет, ребят, мы сделаем одну сторону, вторую посмотрим. Как я была права? У меня очень... Я нейропсихолог детский, у меня очень много игр привозят постоянно. Теперь, смотри, я поставила обычные шкафы из, ну, стандартные, бытовые. Сноуборды. И вот, понимаешь, вот это все закрылось дверцей. А, ну, это стеллаж просто. Да. А вот ты представь, стулья здесь стоят, опять-таки, да, для гостей, там, когда их много. А вот представь, я нарисовала бы такую же гардеробную. Да, и все. И куда я это бы? И обрати внимание, вот у тебя тоже на видео очень многие экономят на гардеробную. Это будет очень часто, конечно. Очень часто. А я считаю, что это самая большая ошибка, потому что, понимаешь, расхламление происходит тогда, когда ты видишь каждую свою вещь в красоте. Вот, понимаешь, ты заходишь в свою гардеробную, ты не заходишь в вот это по остаточному принципу. Она недорого стоит. Вот это самый экономный вариант, то есть я взяла самую простую отделку, ну, самая дешевая, которая только есть. Но при этом смотри, это же не система, которая вот навесная, как хочешь, так и меняй, где даже самая дорогая вещь смотрится дешевкой. Когда у тебя красивое оформление, у тебя даже самая дешевая вещь будет смотреться в ней дорого, и тебе будет хотеться ее надеть. То есть это очень хорошо помогает рационально подходить к вопросу покупок. О, вот еще классная идея. Тоже никогда в жизни она мне не пришла в голову, но когда Валя рассказала, оказывается, что может быть проще. Схема. Делаем гардероб, и половину гардероба не делаем. Казалось, почему не сделать, да, ремонт завершен, надо все доделать прям полностью. Вот, и сейчас Валя подсказала идею, что если половину не сделать, то можно потом в ходе применения понять истинное применение. Кажется, идея странная, но на самом деле она, мне кажется, очень крутая. Что ты потом, буквально в первое время после заселения, понимаешь, как тебе лучше это использовать. Мне кажется, это прием классный. Может быть, это касается даже не только гардероба, в каких-то других случаях тоже можно это применять. Ничего страшного в этом нет. Ну что, детская комната, ну как детская, это уже не детская. По 17 лет парню будет. Парень учится на промышленный дизайн, рисует, очень такой физика, химия, и, соответственно, все, что связано с одеждой. Да, но, как говорится, путь его был предопределен, занимается профессиональной фотографией. Сейчас нет здесь каких-то там работ, все находится в обработке. Ну, собственно, что здесь? Шкаф выбирал он сам. Это наше русское производство. Ну, как бы меня устраивает, но, в принципе, он очень хорошо писал. Тоже, обратите внимание, низкий. Да, хотя Саша очень высокий, но вот прямо он вписался. Вот, соответственно, самое, наверное, классное здесь это стол. Стол постоянно двигается. Это Зара. И вот она вот за счет своего дерева просто великолепна, да? Классный, да. Вот, ну, соответственно, все тоже здесь Зара. Здесь пока по минимуму, на самом деле, здесь будут планируются картины, да, картины, фотографии его. Вот, ну, хотя, опять-таки, его, он уже мальчик взрослый, я ему сказала еще полгода и все. Вот, как бы твои тусовки и девчонки, это все должно быть как бы на другой территории. Так что посмотрим. Специально такое? Нет, значит, что это такое? Да. У меня дети живут в стране, где нет отопления, и они зимой минус 30, спят с открытыми окнами. И прошлая зима, если вы помните, была, ну, достаточно такой холодной. И так как Саша у нас спит всегда с открытым окном, вне зависимости ни от каких ситуаций, а здесь очень горячая батарея. Что вы знали, батарея сейчас включена на единицу во всем доме, вот во всей моей квартире. Да, 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 давайте очень тепло. А как тепло. И вот на этом контрасте жара и минус 30, именно в этой комнате все и лопнуло. Именно в этой комнате пошли полы по швам, именно в этой комнате вот так вот лопнула стена, потому что невозможно было. Вот, но так как через год здесь планируется, как бы, уже итоговая шлифовка вот этого безобразия, то, соответственно, я не переживаю. Слушай, а как это исправлять дальше теперь? А мы так и так планировали здесь заново внешнюю отделку делать, поэтому меня это особо не парит. Но так и так я знала, что дом будет усаживаться. Я въехала сюда первая. То есть, как только получила ключи, и, соответственно, я живу здесь дольше всех. В этой квартире уже настолько была идеально сделана планировка под меня, потому что до этого у меня был достаточно масштабный опыт, что я не знаю здесь такой точки, которая была бы не идеальна для меня. Мне здесь ничего не хочется поменять. А детские комнаты – это не мои комнаты. Вторая святая, святых, никому не показанная – это младшего сына, который еще со мной проживет как минимум 4 года точно. Чуть поменьше, да? Да, у него тоже концепт, что у старшего, но здесь стояла другая мебель. Он сказал, мама, мне не хватает у меня ни те ящики, ни то расположение полок. И я просто пришла, и вот он заказал шкаф, тумбочку. Единственное, что я хочу поменять – ручки. Потому что вот в этой мебели единственное, что меня раздражает. Так в целом он вписался. Удивительно вообще, если учитывать, что Ваня к дизайну не имеет никакого отношения. Вот, кстати, для зрителей, я просто знаю, что я провожу диагностики детских комнат очень часто, с точки зрения именно возраста, для того, чтобы все это помогало учиться ребенку. Вот этот стол не подходит для учебы, и стол в Сашиной комнате не подходит для учебы. То есть, если бы они здесь жили, учебная зона, она была бы совершенно другой. Просто имейте это в виду, и кресла бы тоже стояли другие. То есть, еще раз должна понимать, дети здесь не учатся. И свет бы здесь выстроен был бы совершенно иначе. О, интересно. А как нужно было бы тогда? Значит, когда у вас ребенок именно учится, основной характеристикой его возбуждения торможения являются именно световые потоки, в зависимости от дня суток. И когда ребенок учится, нам нужен желто-белый цвет по периметру, не только лампа, потому что многие делают ошибку. Они ставят лампу, а еще дизайнеры любят вообще просто не обдумывают световые сценарии, именно температура света, да. Они очень часто, даже у тебя, вот ты снимаешь, очень часто белый свет. Бывает, да. Он перевозбуждает. И на учебу может ребенку утомить, на самом деле. И нам нужен именно белый-желтый свет по периметру. То есть, если в комнате есть затемненные какие-то углы, ребенку учиться будет сложнее. И поэтому мы используем тогда по периметру свет и лампа бело-желтая, вот. А для отдыха всегда только желтый свет. И так как мы здесь все отдыхаем, вот в вечернее время здесь очень тепло, потому что вставает температура 2-300 в лампу. Если мы говорим про ребенка, имеющего направленность, да, хобби, я обычно рекомендую два больших стола. Два больших. Один для учебы, он может быть поменьше, но для учебы, где учебники, компьютеры и так далее. А второй стол для хобби. Для хобби. Потому что хобби в подростковом возрасте не убирается в шкафы. Ни в коем случае. Это сразу потерять мотивацию. У тебя есть 15 минут между уроками, между какой-то деятельностью. Ты сел и сделал то, что тебе надо, пошел дальше. Только при таких условиях ребенок нормально развивается. Это у нас начало школьного возраста, мы так делаем. Дети после 7 лет – это учебная деятельность. И там, где учебная деятельность, деятельность за столом. Комната должна заставлена быть столами, на которых лежит то, что его привлекает к себе. Иначе дети уходят в компьютерные игры куда угодно. Почему? Раскладывать времени нет. Разложил, убрал. Должно быть в потоке. Детская комната, она должна быть как мастерская. Мастерская. Вот когда вы по этому принципу делаете комнату, поверьте, ваш ребенок всегда будет чем-то увлекаться. Если же у вас всегда все ровненько, особенно маленькие столы для подростков, меня так всегда умиляет. Это нет, это без вариантов. Это отсутствие мотивации к обучению, это отсутствие хобби, это отсутствие порыва, отсутствие творчества. Ну, теперь ванная комната подростков, они сделали себе два сценария световых. Это было их решение, я туда даже не лезла. Серьезно, да? Да. Вот. Потому что, например, первое решение вот здесь одного света лампы. Да, а вот другое решение, сейчас запущу, это уже другого света. Их это устраивает более чем. Кстати, обратим внимание на раковину. Раковину рисовали. Это самая удобная форма раковины, которая была. А теперь это фишка дизайнера, которая делает вот интерьеры, который у меня делал. Он всегда вносит блок отдельно от крана. Вот у кого маленькие дети, это очень удобно. Маленькие дети не дотягиваются обычно до руки помыть. А когда ты его выносишь поближе сюда, получается, он с любой высоты там прочитывается. Слушай, тоже интересная идея. Он может включить. И он всегда ставит вот кранчики нестандартным образом. Вот это очень круто, да. Вот это прям здорово. Микроцемент везде очень мне нравится. Я прям обожаю этот материал. Не первая ванна просто. Ты какие-нибудь недостатки в нем нашла? Смотри, по микроцементу. Многие, кто-то его любит, кто-то не любит. Я говорю, те, кто не любят, тому сделали отвратительно. А, просто плохо сделали. Неправильно сделали. Там есть свои технологии. Если его положить правильно, ни пятен не остается. Просто знаю, есть одна звезда, которая всем рассказывает. О, Боже. И когда в жизни кружку с чаем поставила, кружку с кофе поставила, пятна. Значит, неправильно положили, неправильно лап. Я это все проходила несколько раз. Самое красивое здесь осталось. Сиди сюда. Ага. Ну, вот она моя красотка. Симпозим. Вот. Ну, ты такое уже видел, я знаю. Да нет, слушай, классно. Именно так не видел. Значит, объясню. В прошлой квартире у меня была ванна с окном. Большая ванна с окном, круглая такая чаша. И я вообще, я человек ванны. То есть, вода мое все. Существует очень любишь, да? Ванны, свечи. Вот я завтракаю, придумываю новые какие-то идеи, проекты. И, короче говоря, тут я понимаю, что в этой доме, ну, нет ванных комнат с ванной. Я такая говорю, нет окна. Значит, я сделаю окно. И когда дизайнер пришел, я говорю, мне нужно, чтобы выставили стекло. И смотри, что он сделал. Он заранее продумал, что первая сюда въехала на черновой отделке, именно стекло. И получилось зашить туда все крепления внутрь. А почему я захотела? Я вообще думала сделать без стены, но я люблю, когда парит. Вот в ванне, когда ты лежишь, прям пар. Если пар идет, ага. Вот. И в Барселоне я сняла отель как-то попробовать, где ванна стоит, и там шторка. То есть, шторка-то может заградиться, или она прям вот в комнате. Ты знаешь, работает. То есть, в следующий раз я, пожалуй, ванну вынесу прям вот в комнату. Ну, то есть, чтобы она не была ничем перегорожена. И просто шторка. Да. Потому что я вот снимала вот этот вот отель, прям специальный из-за этой ванны. И, короче говоря, да, сработало круто. И теперь смотри. Обычно рисуют шкафы под потолок. Да, вот под самый потолок. А ты раздели его? Мы специально разделили. Почему? Потому что мне, во-первых, эти шкафы стали бы в два раза дороже, чего из-за петель. Удержать такой вес очень сложно. А, во-вторых, я поняла, что открывать тяжело. И когда ты видишь все, что лежит наверху, это не очень классно. Значит, дизайнер рисует тебе шкаф. И тут мебельщик ему говорит. Солнце мое, а как Валя будет ящики открывать? При такой вот расстоянии. Да? Вот она. Да? А кровать надо было именно так развернуть. Значит, это вот когда маленькое пространство. Видишь, как петли открываются куда? Вот я могу встать, открыть вторую дверь. И внизу спокойно отодвигаю даже ящик. Получается, у них вообще раскрытие идет. Полное раскрытие. То есть маленькое расстояние не является проблемой, если вы все продумываете правильно. Вот кровать тоже наша Boku.ru. То же самое, что диван. Это Миша Дес. Шикарное производство. Вот реально шикарное. Кровать изначально у них по дизайн-концепту идет широко. Вот здесь изголовье. Очень многие пытаются повторить талию. Ни у кого не получается. Здесь это просто идеально. Я первая, кто у них заказала, я говорю, ребят, у меня кровать не встает. Делайте 15 сантиметров. Они не будут смотреться. Я говорю, делайте. И в итоге, после этого, они запустили прототип у минутской кровати. Но она просто идеальна. Видишь, она низенькая. Вот этот контур я вообще обожаю. Когда там ножки кремушком мажешь. Прям шишек блеск красота. В этой комнате никогда не горит свет. Серьезно? Свет всегда горит. А, только из ванной, да? Из ванной, вот именно нижняя подсветка. То есть, именно нижняя подсветка. Микроцемент. С ванной было самое интересное. Значит, ванна. Русский производитель. У меня стояла Италия. В прошлой квартире за какие-то сумасшедшие деньги. Но по качеству. То есть, она такая же теплая. Это литой камень. Она широкая, большая, классная. Вообще, честно говоря, когда ставят отдельно стоящие ванны, я не понимаю, когда их ставят маленькими. Ну, искренне не понимаю. Ну, конечно, да. Ну, то есть, отдельно стоящая ванна, либо она, вот ты в ней вдоль, поперек, как угодно, либо, ну, как бы, смысл. Прозрачная стена в ванне, это очень удобно, когда у вас хорошая, широкая ванна и правильный отступ от стены. То есть, когда мы въехали в эту квартиру, изначально душ не работал, не функционировал, мы прикрутили уже попозднее. И в этой ванне мылись и подростки, и взрослые. Капель на стеклах не остается, если вы правильно все продумали. При этом изначально она была единственная функциональная точка. Вот, поэтому, если пространство маленькое, да, скорее всего, вам придется периодически об этом думать, если нет душа. А если грамотно все рассчитать, и ванну сделать большой, то проблем не будет вообще. Кстати, вот здесь, как ты видишь, наполнение все так в жизни и выглядит. Ну, и, соответственно, за отдельной дверью здесь тоже. Ага. А вот. Все элементарно просто. Кстати, здесь я бы свет не стала делать того светильника, мне более чем... Он горит круглые сутки. Это тоже Zara. И я знаю, что можно на Озоне купить что-то в районе тысячи рублей. И ты знаешь, прекрасно, может работать от батарейки, может работать от розетки, как угодно. Ну, то есть больше света никакого нет вообще? И там есть свет, но им никогда не пользуются. То есть он мне нужен. Вот. И в маленьких пространствах, вот я уже пришла, это тоже такой момент, когда я уже зашла, это когда мы не будем переделывать. Вот выдвинутая стена за счет, да, не работает. И понимаешь, что туда вода попадает все равно. Это хорошо, что у меня строители тут еще как-то постарались. Но по факту я бы тут вот эти швы не делала бы, то есть я бы сделала целиком. Вот. Как бы так. Ну, а так, в принципе, вот это самое любимое место в доме. Ну, очень красивое, да. И я рекомендую всегда, когда у вас ванна, ставить часы. Часы? А вот это принцип экологичности, прежде всего, жизни и здоровья ментального. Да, потому что я нейропсихолог, я знаю, как работает мозг. И я прекрасно понимаю, что 30 минут ванны с телефоном или 30 минут ванны без телефона, это совершенно два разных эффекта. Вот, поэтому часы у меня, в принципе, вот это основное место. Слушай, ну мы же сейчас уже привыкли, что мы без телефона вообще не можем, у нас зависимость. Ну, это, как говорится, кто на какой уровень мышления рассчитывает и отдыха. Кто как хочет выглядеть, опять-таки, да. Я всегда говорю девочкам о том, что, ну, я с мамами работаю. Говорю, вы поймите, что не стоимость крема определяет то, как вы выглядите, а то, как вы спите, то, как вы отдыхаете. Мозг должен отдыхать. Ну, а реально отучиться, если уже зависимость есть, да? Да, да. Надо же быть сначала ломка, трясти, такой, нет, пожалуйста. Ну, потихонечку, полюбонечку, нормально. Да, друзья, не хочется завершать этот выпуск, но, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Мне сегодня очень-очень-очень-очень понравилось. Классно, когда человек профессионально подходит к своему интерьеру, потому что Валя и сама говорит, что интерьер вообще определяет ваше состояние. И ваше состояние как раз определяет, что вы сделаете, что у вас получится в жизни. Так что, друзья, все зависит только от вашей квартиры. Подумайте об этом хорошенько. Так, ну и подпишитесь на канал, конечно, поставьте лайк. И, а, еще вот, что я хочу вам сказать. Вы, мне сказали ребята из команды, что вы смотрите в основном с этого, с телефона выпуски. А смотрите, пожалуйста, с чего-нибудь большого, с планшета. Потом, когда планшет купите, накопите на компьютер. Когда накопите на компьютер, это купите телевизор там, с какой-нибудь приставкой. И смотрите с большого. Потому что тут вся команда снимает, прям старается супер, чтобы красивые выпуски были, а все равно много людей смотрят с телефонов. То есть, а если вы смотрели раньше с телефонов, то пересмотрите все с чего-нибудь с большого, с больших экранов. Вот, друзья, и тогда вам можно будет потом пересмотреть весь Роматурист. Все, до новых встреч и... Так, друзья, а теперь обычные условия, как получить необычный обои Волл-Стрит бесплатно. Сегодня условия усложняются. Вам нужно угадать, в какой социальной сети проходит розыгрыш. Назвать ее я не могу, но дам подсказку. Она на инст начинается и на грамм заканчивается. В айм-аккаунте VictorWilden я размещаю пост, выполняя условия, указанные в посте, и получая необычный обои Волл-Стрит совершенно бесплатно. Итоги я подведу в день следующего выпуска Ромтуриста. Ссылка на пост сейчас будет в описании. Переходите сейчас по ней. Друзья, поскольку я раздаю необычные обои до тех пор, пока не завершу свой ремонт, поэтому мотивация закончить ремонт побыстрее у меня все растет и растет. А вам желаю получить необычные обои совершенно бесплатно. Что вам пожелать-то? Ну, короче, желаю вам тоже классный квартир, красивый, с хорошим ремонтом. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok